Партия «Единая Россия» Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Антон Акимов. Антон Сергеевич, приветствую. Доброе утро, Дмитрий. Давайте немножко популяризируем, что за понятие такое праймерис, для чего и как проводится. Хотя, конечно, не в первый раз, многие знают, но лишним не будет. Праймерис – это возможность, то есть это голосование. Такое же голосование, как на выборах, но внутрипартийное. Но это не говорит о том, что должен голосовать именно партиец, либо человек, сторонник партии. Может проголосовать абсолютно любой. Любой человек, который неравнодушен к своему округу, который хочет, чтобы кандидат выдвинутый будет представлять партию на выборах, был выбран именно им. Не кем-то из руководства, либо начальственного состава, а именно человеком. Каждый человек сегодня может не лежать на диване, не критиковать, а взять и выбрать своего кандидата. Поэтому праймерис уже давно проводится. Я думаю, объяснять никому не нужно, но для тех, кто не знает, это предварительное голосование партии. Сегодня партия «Единая Россия» – это единственная партия, которая ориентируется именно на мнение людей. На мнение людей даже в отношении кандидатов, которых выдвигают в депутаты. Я также, как депутат законодательного собрания, проходил праймерис, также побеждал, также прикладывал усилия. И сегодня эта возможность, она открыта. Но сегодня все в прошлом году и в этом году гораздо сложнее. Сегодня праймерис проводится в электронном виде. Только в электронном. В прошлом году порядка 20 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании. Оно было более крупное. То есть избирали депутатов ЗАГС собрания, избирали депутатов Госдумы. Сегодня избирается треокруг административного центра города Биробиджан, где кандидаты от других партий, не от «Единой России», а от других партий самого движенца сложили свои полномочия. Кто-то перешел в более высокие законодательные органы, кто-то решил поменять свою сферу деятельности и оставить своих избирателей. Я не могу говорить о них ни плохо, ни хорошо, потому что все-таки это мои коллеги. Не важно, какое они политическое мнение, то есть какой они партии. Но ситуация есть, и три округа сегодня свободны. Три округа, в которых люди остали без своего проводника. Проводника между властью и людьми. Или людьми и властью, правильно будет сказать. Без его представителя. Нет, представитель это неправильно, это проводник. Потому что именно депутат должен приходить во власть и помогать решать вопросы, указывать на те моменты, которые необходимы сегодня людям. Не те моменты, которые хотелось бы сделать мэрии, сделать правительству, а именно нужны людям. И Ирислав Эйнштейн очень строго заостряет на этом внимание, что каждый депутат должен постоянно работать со своими избирателями. Но работать не в плане, в каком-то там, скажем так, банально озадачивать, избирать, а именно работать в благоустройстве, в улучшении жизни на округах, от которых избирается. И мы все сегодня работаем, проводим приемы постоянные, да, то есть слышим проблемы людей, пытаемся их решить. Да, невозможно решить все сразу. Да, мы не можем сделать все сиюминутно. Но мы стараемся, и за последние годы жизнь действительно в области налаживается, да, как бы критически кто ни говорил. Мы понимаем, что люди устали, что кто-то называет область депрессивной, но для меня, лично для меня, это моя область, это моя малая родина. Я люблю эту область, я мог бы уехать много раз, но я отсюда не уезжаю и уезжать не хочу. Потому что здесь я родился, здесь я вырос, и здесь я хочу, чтобы росли мои дети, и я хочу, чтобы они сюда вернулись. Они, правда, выберут сами свой путь, да, потому что, ну, все равно мы не можем их заставлять. Но я очень хотел бы, чтобы мы развивали именно нашу область. Поэтому праймерис сегодня – это возможность людей выдвинуть своего кандидата на основные выборы. То есть это будет не чье-то волевое решение или кадровое. Люди сами определят, кто пойдет, кто достоин. Совершенно верно, да. Люди сами определят, люди зайдут на сайт pgir.ru, верификация проходит через портал госуслуги, то есть это регистрация. Им после этого выдается бюллетень, такой же бюллетень, как на выборах, но в электронном виде. Ставят галочку за одного либо за несколько кандидатов и выбирают из них именно тех, кого они видят своим представителям. И после этого, то есть нажимая на кнопку «Проголосовать», все просто. Сегодня мы все живем в электронно-цифровом веке. Сегодня у каждого, там, у бабушки, у ребенка, у взрослых людей, у всех почти смартфоны, планшеты, компьютеры. Даже те люди, которые не хотят вставать с дивана и что-то менять в своей жизни, в принципе, могут достать планшет и проголосовать, чтобы у них был тоже свой представитель. Осуществить свое тоже право и влияние на власть. Ну и судя по тому, что с порталом госуслуг это все взаимосвязано, это еще и надежно и достоверно. Совершенно верно, то есть невозможно, во-первых, подделать результаты праймериса. Сегодня никто не знает, за кого сколько людей проголосовало. Мы видим общую число, сегодня это порядка 500 человек по трем округам. Это достаточно большое число людей, которые проголосовали. И мы видим количество, кто из них проголосовал. Ну сколько проголосовало? Никто, а сколько проголосовало. Но мы не видим с разбивкой ни по кандидатам, ни по фамилиям. Этого никто не видит. Эта информация закрыта для всех абсолютно. Никакой админ, никаких паролей. То есть никто не может повлиять на результаты праймериса. То есть все зависит от кандидата. От кандидата и от избирателей на этом округе. Вот сколько людей зарегистрируют, сколько проголосуют, столько и будет. Ни больше, ни меньше. Вот ровно столько. Все остальное подсчитает бездушный алгоритм, который выведет обеспечивающие. Все прозрачно абсолютно. То есть человек не имеет влияния на сегодня проводимый праймерис. Сколько кандидатов от округов? 16 кандидатов сегодня зарегистрировано. На всех округах довольно, я скажу, что активная идет борьба. Но это же все-таки борьба, да? То есть каждый пытается победить. И люди представляют абсолютно разные направленности, профессиональные абсолютно разные возраста. Очень радует, что есть кандидаты очень молодые, выпускники территории действий, которую проводил Исрислав Эрнстыч. Люди действительно хотят менять нашу жизнь. Люди действительно хотят работать. Ну и вообще, наверное, человек, который идет на праймерис, который идет в депутат, это человек, который связывает свою жизнь с общественностью, который неравнодушен к окружающему себя. То есть есть представители ИОНФ и непартийные люди, которые сегодня зарегистрированы на праймерис. И эти люди, они уже сделали очень много для нашего города, для своего двора. То есть каждый из них, кто-то воспитывает детей, тренирует детей, кто-то общественными организациями занимается. Абсолютно всем. Все направления деятельности. Сегодня ведется работа и по оказанию помощи Донецкой и Луганской республики. Сегодня собирается гуманитарная помощь. Больше 20 тонн отправила партия «Единая Россия». Совместно с ИОНФ, представителями бизнеса, при поддержке, опять же, Райслав Эрнстыча по инициативе поддержки, был отправлен вагон гуманитарной помощи, который сегодня доставлен уже. То есть груз не потерялся где-то в середине, он дошел до конечного своего потребителя для людей, которым он нужен. Это и бытовые вещи. Мы сегодня продолжаем сбор гуманитарной помощи. То есть в каждом общественной приемной, в частности в городе Биробиржан, это переулок театральный 4, приемная партия «Единая Россия», продолжается сбор гуманитарной помощи. Это бытовые предметы, это продукты питания, долгого хранения. Все это направляется. И большое, огромное спасибо жителям, огромнейшее спасибо за то, что они не стоят в стороне, за то, что они сегодня неравнодушны и действительно приходят и искренне помогают. Причем приезжают предприниматели, привозят кто-то 200 килограмм, 300 килограмм гуманитарной помощи, и приходят бабушки, которые приносят 5 банок тушенки. Ну это то, что они могут сделать. И это настолько сегодня задевает задушу, да, и настолько, то есть мы все в это включились, абсолютно все. Мы все в этом участвуем, мы все хотим помочь. Потому что мы русский народ, как говорится, своих не бросаем, мы все русские. Ну и единение происходит. А партия, кстати, так и называется «Единая Россия». Это абсолютно верно. Ну да, тут есть от чего растрогаться. Ну и, наверное, хотелось бы, чтобы люди также активно отнеслись к идее праймерис, голосовали. Я хотел бы, чтобы люди не лежат, в принципе, даже те, кто лежит на диване и критикует, не оставались в стороне. Чтобы эти люди попытались изменить свою жизнь. Основной призыв – это если вы хотите что-то изменить, давайте будем это делать вместе. Вместе, все вместе мы выйдем и что-то изменим. У нас проводились организовывающие с Росславом Фернсовичем и субботники большие, да, в населенных пунктах, и различные мероприятия. И везде был отличный отклик людей. То есть у нас неравнодушные люди в области, и они действительно откликаются. Просто нужен человек, который их организовывает. У нас сегодня, это наш лидер Росслав Фернсович. И здесь, наверное, депутат – это тоже лидер, который будет организовывать на своем округе вот эту работу. Работа начинает от какого-то мелочного благоустройства, приборки территории. Заканчивая решением проблем с управляющими компаниями, с мэрией города. То есть мы же понимаем, что для людей нужно создавать и нужно стремиться, чтобы везде были комфортные условия жизни. Чтобы был чистый двор, чтобы был красивый подъезд, чтобы было аккуратно. Но и люди сами должны поддерживать все это. Потому что можно… Есть такие примеры, где делаем, вкладываем, а приезжаем через 2-3 месяца, а это все просто разрушено. Но это не говорит о том, что безразличие либо равнодушие наших людей. Это говорит о том, что просто нет человека, который бы смог их организовать. Зато есть человек, который, может быть, один такой среди многих, взял это все и испортил. Совершенно верно. И я призываю всех не остаться в стороне, зайти на сайт pgr.ru, пройти регистрацию через портал госуслуги с подтверждением своей личности и проголосовать. Проголосовать за того кандидата, которого вы хотели бы видеть на своем округе. Три округа. Это округ улица Осенняя, поселок Новый, это округ начала Набережная, то есть район детской больницы, часть района Димитрова, часть переукотеатральная. Это район Миллера, это поселок Кирпичики, поселок Лукаши, часть Задевая, поселок Амурский. Это все округа, на которых сегодня выбираются депутаты. В принципе, вся информация есть на сайте PGR и также информация есть на сайте ER и на социальных сетях нашей партии, также есть у меня в соцсетях, это все размещено. На каждом кандидате тоже написано, можно посмотреть, взвесить, ознакомиться. Конечно, биографическая справка на каждого есть. Но, как правило, этих людей, люди, которые приходят, их уже знают, потому что они уже внесли свой вклад. У нас, я еще раз говорю, у нас очень много активных людей, которые хотят что-то изменить. Они уже были и во дворе, они и прием проводили, и к ним люди шли, и они к людям. Сегодня идет реальная борьба. То есть реальная борьба среди кандидатов в ПГ. И проводятся и встречи, и по квартирно ходят, и обходят по домам, походят стучаться в каждый дом. То есть собирают проблемы. Для меня лично, опять же, так как и часть округа, который сегодня избирается, пересекается с моим округом. Я, в принципе, знаю проблемы своего округа, то есть и с людьми постоянно на связи. Но появляются новые проблемы, которые необходимо решать. И хотелось бы, да, то есть депутат городской думы, это опять же человек, который является звеном не только с мэрией, но и с депутатами ЗАГС собрания. То есть, может быть, в законодательном собрании необходимы инициативы какие-то, да, то есть и необходимо что-то менять. Это надо знать ситуацию на местах, конкретно в каждом дворе. И также встречи постоянно проводятся секретарем партии, да, то есть со всеми депутатами. Также проводятся встречи, постоянно собирается проблематика. Из этого и формируется именно перечень проблем, которые будут решаться в первую очередь. Что нужнее, да, то есть, еще раз говорю, невозможно сделать все, но возможно услышать людей. И нужно услышать людей, да, и депутат – это именно тот человек, который является проводником между людьми и органами власти. Вот еще о чем подумалось, не нарушит ли это сплоченность на три партии, когда вот однопартийцы, сотоварищи конкурентами становятся в рамках этих праймериз? Чаще всего после праймериза люди, которые между собой жестко бывают, прям жестко борются, да, становятся одной командой. То есть и в дальнейшем на выборах поддерживают и победителя, и вместе с ним идут во дворы, идут, помогают ему теми людьми, которые бы за них. У нас одна идея. Мы все, кто пришел на праймериз, это все сторонники партии «Единая Россия». Это все люди, которые видят, что сегодня в области что-то меняется, которые сидят, не лежат на диване, не критикуют, а которые действительно смотрят в будущее и видят перспективу. Самое главное ведь это не то, что… Статус получить. Да, статус получить. Самое главное это реализовать и внести даже малейшую, даже помочь сделать какой-то ямочный ремонт, да, то есть добиться этого, это уже большой вклад. Добиться построить дорогу, либо поставить детскую площадку, это тоже вклад. И у каждого, сегодня у депутата есть такая возможность, и я, потому что открытый, и Руслан Федорович, и мы все депутаты ЗАГС собрания, и мы все вместе стараемся добиваться улучшения жизни людей. Разными путями, у каждого разные методы, но именно для людей. Не для себя, а для людей. Когда наши граждане из этого достойного списка выберут самых лучших, как будут дальше развиваться события? Как только объявляются выборы в городскую думу, партия «Один Россия» выдвинет победителей, и именно они, именно выбранные людьми кандидаты, то есть не назначенные, прошу отметить, никто не назначает, да, то есть невозможно назначить сегодня, или подтасовать какие-либо факты. Это сегодня, во-первых, невозможно, но, во-вторых, и запрещено абсолютно, потому что сегодня главный принцип, человек должен сам прийти, победить и хотеть быть депутатом. А там уже нравится он руководителю регионального отделения, не нравится, не имеет значения. Мы все люди разные, мы все люди особенные, как бы, да, есть личная, есть профессиональная. Есть идея, есть дело, и это прежде всего. Но есть одна цель, одна цель и один лидер, который сегодня объединяет. Объединяет так же, как в стране есть один лидер, так же, как и в области у нас есть один лидер. До завершения этой, в общем-то, интересной процедуры, проголосовать на сайте, определить свое будущее, выбрать человека, который будет решать многие жилищные проблемы и многие другие. Остаются, ну, можно сказать, считанные дни, часы, может, активизируем и призовем сограждан. А здесь надо не то, что активизировать, да, то есть, во-первых, праймерис заканчивается 12 часов ночи 29 числа. 29 число – это последний день, когда можно зарегистрироваться и проголосовать. Сегодня я хотел бы попросить всех жителей, которые проживают на округах, во-первых, посмотреть улицы на нашем сайте, на которых их будут, да, выборы на ваши округа. Зайти на сайт pgr.ru, подтвердить свою регистрацию через госуслуги – это не мошенничество. Мы не собираем никакие деньги, не берутся за это платы. Это безопасность и честность и открытость партии «Единая Россия». Зарегистрироваться через портал госуслуги с подтверждением своей личности и в дальнейшем отдать свой голос одному или нескольким кандидатам, которых именно вы считаете достойными, представлять ваши интересы на сентябрьских выборах и, надеюсь, в дальнейшем после победы на этих выборах. Ну, потому что цель у нас все равно одна. Да, и хотелось бы, чтобы она была реализована. Спасибо за эту интересную беседу и за интересную процедуру, участниками которой могут стать все граждане, которые проживают в наших округах успеха. Пусть победит сильнейший. Сильнейший как раз-таки и победят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА